Что? Хорошее место я сегодня Стою я вот так вот Немножко на поляночке Не видно тут ни черта Точнее я имею ввиду С той стороны меня не видно Тут особо не ходят с утра Что можно В общем-то прятать рюкзак Спрятал я Короче вот там рюкзак Сейчас иду Наверно буду билет покупать Город поближе к Куала-Лумпуру А днем уже доберусь До своего любимого места До бесплатных автобусов Там наверное буду отдыхать Вообще с утра никто не ходит здесь Все кайф Это удобнее Располагаться рядом с магазинами И ходить налегке гулять в город Чем наоборот Ушел я в общине На вокзал Тут такие автоматы стоят Почему-то на ринггит подороже Чем в онлайне Нормально Вот билет Завтра поеду Ну вот 8 ринггит Цена Видимо эти автоматы берут комиссию Ну ладно В общем завтра еду Хожу через местную дорогу Вообще красиво Какое-то старое здание Миллион цветов Ну вот пожалуйста река света Ну я согласен Ночью Ночью когда Стоянка Стоянка тут Лодочек Немножко спасение от жары Новое оформление набережной Чисто Тропиночка такая Классно сделали Здесь деревьев Что-то можно освежиться Молиться Прямо явно видно Китайский квартал Вот все Китайская история Принцы-Королевы Вон дерутся Опять дерутся Классно Немножечко попал в Китай Хотя тут постоянно попадаешь в Китай Ну вот Прямо походу какая-то улица китайская Джентер Волк Это как раз Китайская улочка Прикольно тут Такие балкончики Тут длинная Длинная улица с отелями Отели, отели, отели Ничего особенного Ну то что ничего особенного я наверное Решканул Тут такие Нормальные, интересные Есть что посмотреть Отельчики Вообще Каждый этот О-о-о-о-о Посмотри Китайская креплется Тут тебя прям погружают в Китай Бамбуки Аж Китай захотелось Внутрь Давно Там не было Это моя первая Первая моя азиатская страна Была Еще весной Так впечатлился Сильно Вот Класс Третью Это Джанкер Волк Главный Вот Сейчас Пойдусь туда А потом Даже обратно пойду Еще вам коров сниму с мельницы, вспоминаю Краснодарский край и Чай, у нас там коровы тоже ходили по таким же рядам. Ну что, последний разочек сниму, главную площадь, и уже пойду обратно. Так, вот это место называется Маленькая Индия. Интересно, в какую улицу надо идти, направо или налево. Да, вон цветочки, все как там. Прикольно, прикольно. Даже пахнет тут немножко по-индийски. Похоже самое крутое здание в Малаке. Пошел, не знаю. Тут такое вжимленое место, центровое. Похоже подготовка к свадьбе. Все наметают, все как будет. Музыканты, все дела. Все на палу будут сидеть. Сегодня я уже тут попозже. Какие-то у молодежи активности, какие-то мафеды. Ого, велопробег будет или что. Хорошо, что в это время я иду в самый раз. Ну что, я пришел, смотрю тучки и думаю, да я посижу дождя, подожду. Ну вот и дождался. Ну и правильно сделал. Иначе вот это все сейчас у меня в палатке было. Эти все лужи бы были. А так я себя пережду потихонечку. Вчера тоже поливал вечером. Но все вылилось и нормально. Мокренько будет, конечно, но все дела. Как-нибудь проживем. Что там за кипиш у людей, я не знаю. Там старт-финиш написано, вот. И они, возможно, ждут, кто приедут сейчас. Но я не знаю, зачем их так много. Наверное, не видно, но над водой летают летущие мыши. Как бы так, чтобы их видно было. О, полетело. Прошел дождь. Я не знаю, что они там ловят. Наверное, в макрангу